В гостях у нас Алена Агапитова. Здравствуй, Алена. Здравствуйте. Алена, хотелось бы тебя спросить вот о такой ситуации. Как-то мы снимали практически уже год назад различные передачи о бездомных животных. Это были кошки, собаки. Выходили на улицу, кормили их. Просто было их жалко. Когда-то посещали приют. Ездили в приюты, когда была мечта, но мы же будем когда-нибудь здесь в Алапаевске создать что-то такое свое. Вопрос о животных, в принципе, он на сегодняшний день, я думаю, что актуален. Как ты считаешь, ситуация с бездомными животными, она в Алапаевске двигается, застыла на месте? Или какие перспективы, может быть, еще какие-то имеют? Ситуация с бездомными животными, мне кажется, в каждом городе актуальна. В каждом городе есть такая проблема. Ну, наш город не исключение. И считаю, что из года в год бездомных животных становится все больше. Но параллельно еще и больше людей, которые заинтересованы этим вопросом. Люди, которые готовы что-то продвигать, какие-то идеи в этом направлении. В Алапаевске, как я знаю, поднимался вопрос с приютом для животных. Об этом писали в Алапаевской искре, об этом была заметка. Но, к сожалению, о дальнейшей какой-то работе я не слышала. Может быть, где-то продвигается что-то, но я не слышала об этом. Хотелось бы, чтобы это опубликовывали, обнародовали, как наша администрация действует в этом направлении, потому что именно на нее была возложена эта задача. Практически 50% Алапаевска, те, кто в интернете обсуждает эту тему, этот вопрос, помогает друг другу, выручает. Несколько людей в Алапаевске серьезно занимаются этими вопросами, размещают временно у себя бездомных животных. Еще пару вопросов буквально хотелось бы задать. Точнее, лучше пару слов услышать о том, что много рассуждений о том, что, может быть, влияют животные как-то плохо на детей. Как ты считаешь, общение с животными, оно хорошо влияет на детей, на воспитание? Есть во многих больших городах такие проекты, где дети могли бы взаимодействовать с животными. Думаю, в нашем городе данный проект тоже имеет место быть, что является моими планами на будущее. И хотелось бы найти инвесторов по этому вопросу, тех, кто тоже неравнодушен к животным и к проблемам экологического воспитания в нашем городе. Спасибо, благодарим. Спасибо. Ну что ж, если есть желающие помочь, пишите, обращайтесь, пишите Алене в личную почту, личное сообщение. Будем надеяться, что наш город достоин того, чтобы в нем были приюты для бездомных животных. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok